Субтитры сделал DimaTorzok Мы сидим в аэропортуре, такая грустная нотка, всегда от Евика уезжать тяжело, ну как всегда второй раз. Первый раз был Будапешт, я вообще не хотела ничего снимать в те 7 дней, потому что просто хотелось наслаждаться этим периодом, а сейчас прям чувствуется, что есть энергия на целый выпуск. Я правда не знаю, что из этого получится, потому что погода нам подсказывает, что мы летим в полный дождь. Там как бы всегда погода такая, август это вообще лучшее время, когда можно полететь на Камчатку, но типа отлично, почему бы не упасть? Я купила только что в аэропорту эту подушку, и она нормального качества, потому что у меня до этого были подушки убогие, которые шарики внутри такие, или они надувные, это вообще самый дурацкий вид подушки. Наверное, на вкус и цвет товарищей нет, но вот эта, она с таким эффектом памяти, то есть она медленно возвращается на место. Нам лететь 12,5 часов. У меня здесь в кружке иммунно-шот, потому что утром я проснулась с небольшим першением в горле, я поняла, что как бы надо поддержать организм. Мы, кстати, в этот раз решили подготовить для Евы такую коробочку с маленькими подарочками на каждый день. С Евой осталась моя мама, и открывая каждый день новый маленький подарочек, можно было легко понять, сколько дней осталось ждать до приезда мамы и папы. Ева очень радовала вся эта затея, поэтому можете взять на заметку, если куда-то отправитесь без детей. Мы в самолётике, и у нас свободное третье место. Дениска серьёзно играет в шахматы. У нас будет там плюс 7 часов. То есть, по сути, нам бы за этот полёт выспаться, чтобы там начать новый день. Прошло 2,5 часа, мы посмотрели фильм, зарыдались просто в конце. У меня красный нос до сих пор, очень классный фильм. Наш российский Артек, вроде называется просто Артек, да? Просто Артек? Да, сейчас буду второй смотреть. У нас есть вкусняшки. Это мама печенье сделала, это контуччи. У меня вообще голова сильно заболела, и чай всегда помогает в этом плане. Я хочу печеньки показать близко. Мама, если ты смотришь это видео, то спасибо тебе за печеньки. Они очень вкусные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите, какая прелесть. У меня нет голоса уже, но мы прямо в... Это аэропорт. Да, это аэропорт Камчатки. Да, аэропорт Камчатки. Меня встретила, как тебя зовут? Вита. Вита. Это такая прелесть. А что это? Это голубика, но она у вас, в принципе, на Урале есть. Ну, все равно, это Камчатская голубика. Ну, что, обзорчик по нашей прекрасной квартирке на эти дни. Посмотрите на интерьер уже вот с этих моментов. На самом деле, когда мы искали, у нас очень было мало вариантов. Они все, во-первых, безумно дорогие. Это вот интересный факт. И такие вот ляпистые все. Это одна из самых минималистичных квартир. Смотрите, что я сразу увидела. Это, получается, наша кухня. Но мы-то здесь особо существовать даже не будем. Мы хотим здесь только спать. Ванная, говорит, такой мой дизайн. Но прикольно, что есть ванна. Здесь можно поотмокать именно, что не душ. Тигр. И там, получается, холодильник в калитуре и спаленка. Приветики. Спокойное его дня. Здесь балкон. Облачно. Ничего не видно. Тут погода изменчива, нам таксист сказал. Мы проспали 6 часов. По сути, мы проспали как будто часть нашего ночного сна в Екатеринбурге. Нам нужно сейчас активненько время провести, чтобы захотеть спать к этой ночи. Потому что очень вряд ли, что нам захочется уснуть через 4 часа. Внутри нас утро. Нужно сделать, чтобы встал вечер. У нас первая вечерняя тест-драйв прогулка. Посмотрите, куда мы идем. Мы вышли из дома. И тут где-то в 500 метрах океан. Вот мы и вышли, собственно, к океану. Но мы просто шли, конечно, на глаз. Так, это не человек. Нет, это форма. Тут гора какая-то виднеется. Песок на Камчатке черный исключительно. Потому что это вулканический песок. Нам принесли влажные салфетки. Но они выглядят вот так. Тут надо намочить в воде, походу. Как, сухие таблетки. Смотрите, видел? Вон сует. Асфальтус на морковном пюре. Сверху апельсиновая бенда. Асфальтус на морковном пюре. Деревенский чай. Вот где он только не покупал. И нигде не вкуснее. Первый день, первый день, первый тур, первый тур. Мы готовы. Вот на таких джипиках мы сейчас поедем. Денис за рулем. Руль справа. У нас мини-остановочка, чтобы спустить резину. Потому что дальше будет прям вообще бездорожье. Мы едем быстрее всех, кто здесь едет еще. Потому что мужчина нормальная, подспособленная. Хотя тут в целом многие на джипах. А еще мы встретили автобусик. Вахтовка называется. Хамаз. Где внутри много-много сидений для людей. То есть, если не часто заказывать вот такую поездочку, а для подсчетований, то используют такие вахтовки. Но они едут намного медленнее, чем мы, конечно. Наверное, весь тур увеличивается по длине на несколько часов точно. У нас два дорога 2,5-3 часа, а у них 6-7. Как это выглядит сзади? На приспущенных шинах. Куда же мы собрались? Так и не сказала. Мы едем в долину гейзеров. Долина гейзеров на Камчатке это уникальный памятник природы. Одно из наиболее крупных гейзерных полей всего мира. Так, притормаживаем. В какой-то базе много людей здесь. Много машин. Вероятно, какой-то вид, но облака. Ладно, посмотрим. В общем, как я и думала, это точка. Видовая. Видовая точка. Как вам? Как вам? Тут очень, на самом деле, должно быть красиво. Но на обратном пути, возможно, облака уйдут, потому что это всегда непредсказуемо. На Камчатке так вот всегда. Мне показала Мира фотография. Она здесь уже была. Как здесь может быть? Я видела. Мы на обратном пути можем увидеть? Ну да. Не сказать, откуда это взяло свои корни, потому что вроде в Норвегии этим занимались, и в Исландии такие же. Мы на Лада еще видели такие. А по-моему, все везде такие выставляют в горах. Я очень часто многих не делаю, да, в горах собираю. Сейчас, идем на лавочку Камчатскую. Поехали, без нас уезжай. Не уходите, бедна. Представляете, для чего вот эти вот палки нам сейчас объяснили. Тут по всей дороге, если это можно назвать дорогой, ну да, дорога, вот такие палки высоченные, чтобы зимой, когда выпадает снег, благодаря им ориентировались на уровень снега выпавшего. То есть иногда снег вот досюда вообще выпадает, и тогда эти палки хоть ориентир хоть какой-то, где дорога. Перед нами геотермальная электростанция, то есть вот эти пары преобразовывают в электричество. Скопление крупных гейзеров есть также в трех местах на планете – в Исландии, Новой Зеландии и США. Однако Камчатская долина отличается тем, что здесь на небольшом пространстве можно наблюдать почти все известные разновидности термопроявлений. Это и грядевые котлы, горячие парящие источники, термальные площадки, горячие теплые озера, ручьи и даже водопады. Цвет вообще нереальный. Это верхняя часть долины гейзеров, а вот там нижняя. Вот оттуда мы откуда-то пришли. Приятного аппетита! Приятного! А вот этот же самый перевал, но через несколько часов на обратном пути, когда облака разошлись. Красота! Я прекрасно знаю, что когда у тебя есть ребенок, менять что-то в своей жизни и уделять время на себя бывает очень непросто. Потому что есть рутина, есть домашние хлопоты и к тому же, если вы при этом работаете по 12 часов в сутки в офисе, то об этом вообще сложно подумать. Но также я уверена, что если не двигаться прямо сейчас и не принимать важные решения, то есть большая вероятность так и не получить в жизни своей мечты. Тем более сейчас возможностей просто море, я думаю, вы со мной согласитесь. Можно выбрать интересную профессию, например, из IT и работать на удаленной работе. Мы, например, только благодаря этому можем и путешествовать, и совмещать время, проведенное с семьей, и, конечно же, при этом работать, находясь абсолютно в любой точке земного шара. Один из простых входов в IT это аналитика. Кстати, многие девушки пробуют себя именно в аналитике. Про что это? Именно аналитики могут подсказать, например, в каком районе города открыт салон красоты, подсчитав поток людей, платежеспособность этого района. Такие аналитики нужны абсолютно любому бизнесу. Об этом нам говорит их спрос, который за последние три года вырос на 222%. А средняя зарплата такого аналитика около 120 тысяч рублей. Освоить профессию аналитик может каждая из нас. Неважно, бухгалтер вы или мамочка в декрете. И я рекомендую это сделать на курсе аналитик данных от онлайн школы SkillFactory. Вы начнете с самых основ аналитики. Все менторы это практики с долголетним опытом в различных IT-компаниях. Они дают качественную обратную связь на домашние задания, отвечают на вопросы. Также на курсе вас ждет поддержка координаторов, стажировки и индивидуальная подготовка к трудоустройству. Переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку на консультацию. А по промокоду PASNOVA, как всегда вы получаете бонус, скидка 45% на обучение. А мы возвращаемся на Кокчатку. Мы сегодня проспали до пол первого дня. Но на самом деле я встала в 4. Это этот режим, который очень сложно преодолеть. Это как с Мексикой было. Когда у тебя плюс 7 часов, это очень много. И даже если ты очень сильно хочешь спать, что-то внутри тебя, оно все равно останавливает тебя. И я проснулась в 4 утра с полной уверенностью, что я начала этот день. При этом у меня сегодня хуже с горлом. Понятное дело, мы вчера весь день активно провели. И сегодня у нас по плану день отдыха как раз таки. И погода велит сама то же самое, потому что очень облачно. Мы запланировали поездку в торговый центр здесь. Это самое топовое место в плане закупок, где что можно приобрести. Это Шамса, торговый центр. Термос хотим себе купить, потому что взяли с собой термос. И, внимание, взяли все, кроме вот этой самой главной закручивающей штучки, которая вот фиксирует весь кипяток. А прямо сейчас мы забронировали местечко. Получается, это уже обед. Все в порядке у нас. Ресторанчики местные, которые тут один из хороших нам посоветовали. Два моря, океан называется. Ваше внимание, это папоротник. А ты можешь вилочкой попробовать его потрогать? Просто где здесь сам папоротник, я вообще не пойму. Это жареный папоротник. Денис сказал, где мы еще попробуем жареный папоротник? Какого-то вкуса особого нету. Только вкус соуса. Ладно, это лазанья с крабом, а это креветки темпура. Ну что? Смотри, какие-то маленькие штучки есть. Это что, маслина? Это очень интересно. Луковица, наверное. Что это? Это луковица. Это огурчики. Да. Малосольные, такие вкусные. Что скажешь про папоротник? Мне не понравилось. Попробую темпуру креветков. Потому что они в миндальных лепестках. Ммм, вкусно, очень. Вот это просто обалденно как выглядит. Это, вот представьте, называется грушевый Наполеон. Как бы мы привыкли Наполеон другим видеть чутка. Нам сказали, нужно повалить вилкой его и смешать с этой крошкой. Мы вкусно покушали и вышли к Авачинской бухте. Так непривычно видеть такого формата вообще торговые центры, как у нас раньше, я не знаю, лет 20, наверное, назад. Все такое яркое, пестрое. Но мы ищем один магазинчик, называется «Береги Камчатку». Нам его советовали. Как кофе тебе здесь? Вкусненько, нормально. Неплохо. Хорошо. Советуешь? Особенно, когда все говорят, что на Камчатке все не развито. Очень даже хорошо. Ну, тут видна такая, организация любит делать свое. Ну, худи М-ка мне супер. Штаны чутка великоваты по длине, мне кажется. Надо эску попросить, но материал невероятно приятный, плюшевый такой прям. Ступая по земле в поисках мудрости. Мне Нерка больше нравится. Просто она милая какая-то. Вот у нее мордочка милая. Но вообще Мишка, да. Мишка больше ассоциируется, конечно. Но Нерка, она такая милая. Да, Нерка лучше. Смотрите, что Денис нашел. Это держатель для дрипиков. Вот так выглядит. Ага. Ну, это гениально на самом деле, потому что не для каждой кружки подходит дрип. Нужна прям высокая кружка, чтобы все хорошо прокапывалось. И получается с помощью такого держателя хоть куда можно дрип заваривать хоть где. Что термос мы нашли? Ну, пока Денис не одобрил, не знаю. Держи, проверяй. Следующие два часа мы провели за Каркасоном. Это просто потрясающая настолка. Она одновременно очень расслабляет, потому что тебе просто нужно по очереди выкладывать карточки, строя при этом города и дороги. Но также в ней есть стратегия. В общем, я очень советую для разнообразия вашего досуга. У меня на этой квартире реальное ощущение, как будто я снова в съемной квартире в Екатеринбурге. Моя самая первая в Екатеринбурге квартира, где я тоже, кстати, снимала видео. Там свои одни из первых в целом. Потому что там примерно вот такое же было освещение. Я снимала тоже на кухне, потому что там было лучше освещение на кухне, чем в основной комнате. Но тем не менее, все равно было вот так вот темно сзади. Вот эти странные обои. Просто максимально не минималистичные. Там какой-то тигр вообще. А я присела с вами поделиться тем, что сегодня у нас происходит. У нас за окном лютый ливень весь день. Это самый дождливый день за нашу поездку. И в принципе, слава богу, что таких больше дней у нас по прогнозу нет. Сегодня никакие туры, никакие восхождения просто нереальны. Ты будешь весь мокрый, холодный и дико злой. Поэтому мы предприняли попытку в городе найти какие-то интересные места. Это был Вулканариум. Но, к сожалению, там было так много людей. И их номер не отвечал ни разу, сколько мы им не звонили. Короче, все как-то устроено супердопотопно. Мы приехали прямо уже к ним без предупреждения. И администратор очень вяло и незаинтересованно дала нам понять, что мы здесь не нужны. И что людей здесь очень много. И вообще внутри было душно. Мы решили, что окей, значит без Вулканариума. Ну, это музей про вулканы. Там какие-то породы показываются. Если честно, Денис был, в принципе, не в восторге туда идти. Но я его такая, пойдем. Мы в регионе, где много вулканов. Надо все о них узнать. Но в итоге мы очень круто провели продуктивный этот день. В плане подготовки к следующим дням. Потому что у нас был тоже один из дней под вопросом, что мы там будем делать. И очень хорошая новость, что освободился на одни сутки всего лишь как раз как нам нужно глэмпинг на берегу океана прямо. И Денис, кстати, заранее, еще за месяца полтора смотрел их бронь, чтобы мы полностью все дни там жили. И все было занято. И сейчас оказались свободными одни сутки. То есть хотя бы сутки мы там проведем. Там невероятно красиво. Это просто что-то с чем-то супер современные. Вот эти глэмпинги, где у тебя панорамный вид открывается либо на вулканы, либо на океан. Прямо там рядом есть баня. Ты можешь забегать из бани в океан. И туда же я заказала видеографа, фотографа-видеографа, который снимает с дрона. И в целом может там устроить съемку буквально на час-полтора. Потому что я очень хотела запечатлеть эти красивущие кадры. Пока что у меня дрона нет. В целом я как-то даже не думала о его покупке. Но мне кажется, после этого влога я поняла, насколько круто иметь дрон. Насколько это вообще другие кадры с высоты птичьего полета. И в общем всеми этими организационными вопросами, чтобы забронировать, чтобы договориться, чтобы все вот это вот распределить. Сегодня мы занялись. В итоге очень плодотворный день получился. А еще мы купили каркасон. Это игра. Вы часто спрашиваете в целом про настолки. Про то, что можно поделать. Когда-то уже много лет в браке. Чем можно заняться, чтобы свое время провести весело. Мы очень любим настолки. И это одна из игр. Одна из немногих игр, в которую можно играть вдвоем. И это интересно. Здесь можно играть хоть в пятером, хоть вдвоем. У нас дома уже есть каркасон. Но мы как раз хотели купить вторую, чтобы одна у нас жила в деревне. И мы там всегда играли. И одна дома. Офигенная игра. Мы в итоге с Денисом сегодня по кофейням, по заведениям играли. И завтра у нас уже прям движуха начинается плотненько. У нас завтра рыбалка. Точнее сплав, потом рыбалка. Список одежды туда просто нереальный. Я решила с вами поделиться. Это что-то невероятное. Термобелье, утеплитель, флис, штормовка, ветровка, штаны, куртка, жилет, носки тонкие, носки теплые, две пары, шапка легкая, перчатки легкие, купальные принадлежности. Зачем купальные принадлежности? Потому что потом, когда мы дико замерзнем и вот это все произойдет. Ну, может быть, не дико замерзнем. Если весь этот комплект взять, то мы не должны в целом сильно замерзнуть. Но после всей этой процедуры будут термальные источники. Репелленты от комаров, солнцезащитные очки и крем, налобный фонарик, предметы личной гигиены, личная аптечка, рюкзак водонепроницаемый, чехол для телефона, фотоаппарата, пакеты для лишних вещей. Мы все это взяли изначально еще из Эксеримбурга. У нас получается почти весь чемодан завтра пригодится. Чтобы вы понимали, мы собираемся уже в 7 утра и возвращаемся мы в 10. Я представляю, какими мы приедем. Мы сразу все закинем просто в стирку. И хорошо, что следующим днем у нас как раз-таки такой полулайтовый день. Это как раз-таки поездка в тот глэмпинг, про который я говорила на океан, и съемка с видеографом-фотографом. И уже после глэмпинга у нас восхождение на вулкан. Прям как вишенка на торте. И, кстати, в годовщину свадьбы нашей с Денисом. Такие, в общем, делишки. Сейчас мы будем разбирать то, что купили. Немножко еще подарочков купили домой. И собирать вещички на завтра будем. Камчатский ужин. Домашний, по словам. Похоже. На кубничку как будто похоже. Я вас иду, бедю, спокойной ночью. А у нас сегодня рыбалка. Смотрите, какое у нас небо. Радует нас. Два дня лил дождь. И сегодня у нас прояснение. Даже видно солнышко. Мы нашу группу. Мы уснули с лица назад. Я два. Зацените размер пирожка. Это лук яйцо. Это брусника, яблоко. Чисто буханка. Сокочинские знаменитые пи-рож-ки. Один штук стоит сто пятьдесят тре. Ой, очень вкусные. Особенно, если дома не позавтракал. Так приятно. Правда, прям как у бабушки. Мы тут просто гигант. Мы за день можно не съесть. Говорила я, погода наладилась. Приехали. Ехали мы два с половиной часа. Здесь совершенно другая погода. И мы надели для себя все, что у нас было. Посмотрите мою многослойность. Это три капюшона. Мы два дождевичка одинаковых с лица. Чем лично нас сильно подкупил этот сплав? Это, конечно, возможность и большая вероятность увидеть вживую медведей. Медведей, понимаете, в своей естественной среде обитания. Сапожки переодел. Рыбацкие. А я буду в обычных ботах. Потому что я не буду рыбачить. Скопу отсоединяете и забрасываете. Когда забрасываете, естественно, пальчик нужно отпускать. Пошел. 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 Обалдеть. Пугай медведей. Пугай. Пугай. В принципе, мне было без разницы, что дальше у нас по плану. Сплав уже для меня состоялся наилучшим образом, потому что я увидела медведя. Я просто ехала на лодочке, любовалась видами. Затем у нас была остановка. Мы приготовили камчатскую уху. Кто хотел, рыбачил с берегом. Нас распогодилось. Рыбу Дениса мы отказили обратно. Жить. Она какое-то время вот так полежала, такая полежала, подумала. Дениска говорит, ну мы же тоже, когда ударяемся головой, мы хотим сначала полежать. Сейчас мы продолжаем сплав. И после у нас термальные сплочники. Я в этой штуке похожа тоже на Мишу. Миша. А он там куда-то есть. Человек. Тюрист. О, смотри, тела, надо. Не отыдевается. Он какой-то ну. Может, чуть-чуть не будем? Смотрите, что-то он какой-то, это, резкий. Смотрите, давайте под мостом. Под мостом. Под мостом. Под мостом наклоняем. Что происходит? Ну и горячие источники стали для нас вишенкой на торте после дождливого холодного дня на реке. Ехали час от Петропавловск-Камчатского. Таксист наш, который героически взялся за эту поездку, потому что там непроходимый песок. Вот наши шатры. И слышите шум океана вдали. Здесь у нас есть стёга, настилы, можно заниматься. Территория вся огорожена электрозабором, поэтому какие животные нам не страшны. Даже если не будут. Какая красота! Чёрный вулканический песок. А-а-а-а, боже мой! Куда бежишь? Погнали! спасибо посмотрите на цвет в штуку мягонький ведь и привет тебе идея для сарама хлеб с чернилами каракать есть такой шатер lounge называется в какая прелесть здесь можно просто сидеть вот у нас сейчас например полчаса до нашего заселения здесь как я понимаю фильмы показывают сожигают камин для тепла и вот и вот и вот и алис активити если честно ощущение от встречи с океаном просто непередаваемые мне кстати постоянно казалось что я где-то в другой стране океан вулканы природа просто запредельной красоты ой как мило на кроватях имеется электропросты они работают по таймеру сейчас до 5 утра водичка пледы полотенце имеется полотенце вот байк можно взять горячий душ у нас находится там где общий биотуалет да мы там были вода горячая в душе всегда есть мы заселились и к нам придет через полчаса фотограф-видеограф я надела береги камчатку надо немножко себя привести в порядок брови расчет сайт такой фон шундафы просто можно сидеть ты старая линька а и и и и и и и и но мы никак не можем без фейлов Денис намочил свои бутинки внезапно волна пришла намочил их прям изнутри а мы завтра восходим на вулкан в этих ботинках они очень толсты их надо будет сейчас сушить несмотря на то что на улице 16 градусов очень теплый песок и он представляете магнитится вообще что-то с чем-то у кого-то сейчас будет банька на океане представьте как разгоряченным мы будем выбегать в океан в воде 6 градусов если что гвоздика корица есть конечно как будто булочка прикольно хочешь баню встретить ну давай какая жаришка наш веник дубовый что скажешь а а а а а вы только посмотрите что там виднеется это же закат я разговариваю с камерой сейчас у нас ужин на самом деле ужин тоже такой экзотический потому что мы впервые будем пробовать камчатского краба ты получается на аляске ел краба верно я их почистил штук 500 очистил вытаскивал мясом потом из него делали суп называется чауду чакой чауду да там на основе сливок и вот было был крабовый чауду мы сейчас выходили к океану в ночи и смотрели на звездное небо расскажи что мы увидели там и что мы увидели мы вместе увидели падающую звезду дааааа мы пытались ее увидеть уже 6 лет когда мы на Алтай поехали первый раз там тоже было очень хорошо видно звезды мы также лежали но мы долго там лежали мне кажется больше часа просто лежали смотрели на звезды и хотели увидеть падающую звезду нам показалось что мы ее увидели но мне кажется это уже какой-то был обман зрения а вот сегодня мы прям разглядывали такие что-то там размышляли про малую медведицу большую медведицу мы прям на ее ковсе внутри на ковсе даааа на ручку большую медведицу и такие оба аааа ты видел ты видел ты видел ты видел еще одну планету увидели яркую да еще какую-то планету мы увидели блин кайфовый день и вот эти вот палатки и океан невероятный и съемка и краб пока ночи 18.08 наша годовщина свадьбы которую мы хотели отпраздновать восхождением на вулкан Горелый по прогнозу ожидался самый солнечный день за всю нашу поездку это означало что нам снова нужно очень долго трястись на внедорожнике по неописуемо красивым дорогам надеть все самое теплое что у нас есть и просто восходить вулкан Горелый постоянно проявляет активность в виде серных фумарол и нередкими извержениями а на вершине вулкана взору должен был открыться величественный кратер с зелено-голубым озером почему должен был и почему сейчас я показываю вам кадры но не мои кадры оттуда потому что реальность наша была немного другой да погода очень резко поменялась ветер задул с такой силой какой я еще в жизни не видела ну а самое главное вулкан затянуло облаками при том так плотно и так мощно что мы ждали полчаса а облака становились только гуще и гуще группы уже начали разворачиваться и идти обратно Горелый сегодня не принимает гостей вежливо объяснил наш гид и мы его послушали иногда события вокруг учат нас принятию и смирению и так как у нас освободилось много времени а это наш завершающий день на Камчатке очень хотелось все-таки что-нибудь еще посмотреть и наш гид решил нас отвезти на водопад который подытожил наше удивительное путешествие полное эмоций и новых впечатлений а 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 мы накрыли поляну посмотрите на это только что были на рынке там продают очень вкусную рыбу мы купили масляную мы очень любим масляную рыбу Денис еще попробовал камбалу таз салата просто чан потому что здесь нет мисок нормальных ну типа посуда очень такая либо плоские тарелки либо маленькие это пури грузинские мы с первого дня этот хлебушек попробовали мы читали о нем еще раз и вот в последний день тоже а это на десерт мы абсолютно без сил каких-либо будем смотреть фильм есть потом собираться и завтра будет офигенная поездка и и и и aşk а и а а и и Продолжение следует...